Двадцать девятое марта. Сорок четвертый год. Пасмурный и снежный день. Скоро два года, как я в Германии. Сколько пережито кошмара и ужаса. А сколько еще впереди. Это самая первая запись в самом печальном дневнике времен Великой Отечественной войны. Этот дневник вот уже 52 года бережно хранят в фотодокументальном фонде Кустанайского областного историко-краевического музея. Небольшой блокнот в обложке из черного гарнитоля называют уникальным свидетельством всех ужасов фашистского плена. В 79 листочков уместился последний год жизни в лагере Ламсдорф нашего земляка, 24-летнего советского военнопленного Сергея Варапаева. Подобного этому памятнику в других музеях нет, не сохранилось. Есть отдельные записи, есть мини-дневники, есть рисунки. Но полного дневника такого, от начала и до конца заполненного с подписью самого автора, в общем-то нет ни в одном музее. Несколько личных фотографий, краткая биография, пара архивных справок. О том, каким был Сергей Варапаев, известно немногое. Он родился в 21-м году в маленьком селе Преснорядуть Пресногорьковского района. Окончив 9 классов, Сергей работал в Пресногорьковском райкоме комсомола. На этой последней мирной фотографии в числе участников комсомольской конференции Сергей Варапаев уже заведующий оргинструкторским отделом. Он все время немножко такой сосредоточен, вот такой какой-то тревожный взгляд вот на всех фотографиях. В чем-то, что называется, то ли предчувствие судьбы, то ли вообще как-то, мне кажется, очень острое чувство времени. В декабре 40-го года Сергея призвали на воинскую службу в ряды Красной Армии. Он служил под Минском, там и настигла его война. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последнее письмо от Сергея. Его родные получили в июне 41-го. Его младший брат Константин спустя многие годы вспоминал, что это письмо было написано красными чернилами. И сам Сергей в письме отмечал, чернила напоминают мою будущую жизнь, как будто он предчувствовал свой плен. В июне 41-го второй стрелковый корпус, где служил Сергей Варапаев, оборонял Минск. 28 июня в столицу Белоруссии вошли фашистские танки. Возможно, как раз в это время, может быть, чуть позже Сергей попал в окружение и был пленен немцами. Успехи в приграничных сражениях дали повод германскому командованию чувствовать себя победителями. Тысячи пленных, захваченные советские танки и орудия, казалось, кричали о победе. По уточненным данным, к концу 41-го года в фашистском плену оказалось 3 миллиона 800 тысяч советских солдат, офицеров, генералов и тех гражданских лиц, которые отходили вместе с отступавшими советскими войсками. Как добирался до польского лагеря Ламсдорф военнопленный Варапаев, он не написал в своем дневнике. Но сухие цифры статистики говорят о том, что он мог погибнуть в любой день своего плена. Согласно немецким данным, только в пересыльных лагерях погибло 280 тысяч человек. По дороге в стационарные лагеря всего за какой-то месяц голод скосил еще 400 тысяч человек. Но Сергей все же как-то смог живым добраться до лагеря Ламсдорф, который стал для него и для сотен тысяч других военнопленных настоящим адом на земле. Справка. Лагерь для военнопленных Ламсдорф занимал территорию в 25 квадратных километров и был обнесен двойным рядом колючей проволоки. Этот огромный лагерь был создан немцами еще в 1864 году, а с 1870-го, с началом прусско-французской войны, сюда были привезены первые французские военнопленные. В Первую мировую войну Ламсдорф уже место заключения военнопленных из всех стран Европы. На памятнике умершим здесь русским солдатам выбито число 3571. Во время Второй мировой войны на фоне 139 лагерей, созданных гитлеровцами в Польше, Ламсдорф оставался крупнейшим международным лагерем военнопленных на территории всего Третьего рейха. Он был разбит на два отделения для советских и всех остальных, и условия содержания англичан, французов, итальянцев в лагере резко отличались от режима, установленного для советских военнопленных. Сегодня, стоя на проверке, видел идущих союзников англичан. Никогда и никто бы не поверил, что это пленные идут в колонну по три, чистые, все в своей форме и с музыкой. Задний шел с футболом, видимо, играли. Только посты, вооруженные по бокам, говорили об их пленении. Для советских солдат Ламсдорф стал таким же концлагерем, как Освенцем или Майданок. Им жилось здесь хуже всех. Когда бараки переполнились, русских укладывали спать на сырой голой земле. Руками они выкапывали себе ямы, чтобы хоть куда-то укрыться ночью. А утром, засыпанные снегом, в этих ямах оставались лежать слабые и мертвые. Лагеря отбирала не только форму, но и вообще верхнюю одежду. В приказе по лагерю от 21 июня 1944 года говорилось, в связи с большой нехваткой обуви совершенно недопустимо, чтобы советские военнопленные в лагерях и рабочих командах носили в теплые дни кожаную обувь. Они должны ходить босиком. Более крепких заключенных продавали для работы на различных гражданских предприятиях, на каменоломнях, в шахтах. Сергей Воропаев попал на самые тяжелые работы – в угольную шахту. Сегодня исполнился один год, как я работаю на этой шахте. 365 дней проведено в подземном полумраке на глубине 350 метров. Глубина неважна, важно то, сколько перекида на угля. Что больше всего поражало? Он как-то вскользь, несказалось, упоминает о прибытии в лагерь представителей ОА, вот этой самой Власовской армии. То есть, понимаете, у него все время есть выбор. Нечеловеческие условия страшнейшие, когда кажется, он действительно уже лишь бы выжить, а там я или сбегу, или что-нибудь придумаю, и все. Он даже не рассматривает эту возможность. Даже когда еще был здоров, даже когда его вполне охотно взяли бы. Эта работа забирала последние силы. Издевательства и побои не прекращались. Поэтому, когда у Сергея обнаружились первые признаки туберкулеза, это его поначалу даже обрадовало. Однако его нетрудоспособность сразу же отразилась на размерах пайка. Постоянное чувство голода становилось невыносимым. В бараке для больных у Сергея появилось больше свободного времени. Записи в дневнике стали длиннее. Он рассуждал о детстве, прочитанных книгах, возможности выздоровления. Его родители – простые крестьяне-колхозники. В его семье еще два брата и сестра. И самые тоскливые строчки его лагерного дневника – это воспоминания о его родных. Мои дорогие, с раннего детства они следили за моей жизнью и радовались моим успехом в учебе. Они прилагали все усилия к моему образованию, дабы их сын стал порядочным человеком. В тяжелые годы невзгод они все же старались продолжать мое учение. Последняя моя молитва будет направлена им. Но от постоянного недоедания состояние Сергея стремительно ухудшалось. Его перевели в блок А для умирающих туберкулезных больных. На трехъярусные нары в одной комнате набивали человек по 60. Спали подвое на одной постели, так как одеял не давали и печку не топили. От клопов и блох не было спасения. Да и в последние месяцы войны, видимо озверев от поражений на фронте, фашисты решили заморить голодом всех русских пленных. В виде наказания за победы советской армии, за продвижение советской армии, официальное было объявление на воротах этого русинлагеря, как его называли, что советские венопленные обрекаются на голодную смерть. Им вообще никакой еды нет, мы перестали давать уже. 1 февраля 1945 года Сергей понимает, что ему осталось жить совсем немного. Желание хоть что-то съесть становится просто навязчивым. Жизнь по-старому в наземном аду только без смолы. Измор плановым путем продолжается. Обнаружено людоедство. Вчера ночью один из больных забрался в холодилку и вскрыл мертвеца, вырезав ему внутренние мягкие части тела. Это было замечено, и вчера этот человек был расстрелян. И все это вызвано страшным голодом. Ее бы все казалось, все, что движется, все, что растет. Но есть нечего, кроме голых нар. Ничего нет, что можно жевать было бы. Для справки. Во время Второй мировой войны через Ламсдорский лагерь прошло около 300 тысяч военнопленных 18 национальностей. Две трети из этого числа были русские. Из 100 тысяч погибших советских военнопленных, 40 тысяч умерли именно от голода. Последнюю запись в своем дневнике Сергей Воропаев оставил 5 марта 45-го года. Он уже ждет свою смерть, но все-таки еще надеется услышать звук атакующей канонады советских войск вблизи лагеря, чтобы еще раз погрохотало ему на радость. Он точно и подробно записывает свой домашний адрес и в конце дневника еще раз просит передать эти записи кому-нибудь из его родных. Итак, я уже точно в последний раз взялся за карандаш. Я дожил до такого состояния, что смерть меня уже не пугает, а наоборот будет чем-то приятным, успокаивающим. Прощайте, мои дорогие. Ваш сын Сергей. Сергей Воропаев умер 23 марта 45-го года. За полтора месяца до конца войны. За пять дней до этого пленных лагеря Ламсдорф освободили. Советские воины застали в живых только около 500 человек. Большинство из них вскоре умерли из-за сильнейшего истощения и болезни. И вряд ли умирающий Сергей смог осознать и насладиться своей свободой. Как бы попрощался с родными детскими, и он спрятал. Он же не знал, что будет. Дневник Сергея Воропаева обнаружили только в январе 46-го при осмотре блока А Ламсдорфского лагеря, о чем свидетельствует запись на фарзации дневника. В 47-м году дневник был уже в Казахстане. Его предложили для хранения в сектор партийного архива Института истории партии при ЦК КПБ Казахстана. Однако документ в соответствии с правилами того периода лишь скопировали и вернули родителям Сергея. Также поступили и сотрудники Государственного архива Кустанайской области. В 1960-м мама Сергея передала дневниковые записи сына в областной музей через секретаря Кустанайского обкома ЛКСМ Казахстана Малехонького. Именно благодаря музейным работникам дневник сохранился до наших дней. Оригинал выносит на свет крайне редко, но фотокопии всех записей лагерного дневника собрали в одну тетрадь. В зале воинской славы Кустанайского музея Сергею Воропаеву посвящена небольшая экспозиция. И с его дневниковыми записями может ознакомиться любой желающий. Люди читают. Да, люди читают. Я не скажу, что кто-то стоял и дочитывал до конца, но открывают, вчитывается в этот документ сообщение члены Государственной комиссии о преступлениях, совершенных в лагере Ламсдор. Потому что, ну, были, конечно, страшные лагеря, но Ламсдорф действительно какой-то особенный. Дневник Сергея Воропаева зажил своей отдельной судьбой. В 1996 году он был напечатан в журнале «Знамя». Виктор Строздовский, сам узник лагеря Ламсдорф, опубликовал записи Сергея в своей книге воспоминаний «90116». В 2000 году полный текст дневника был опубликован в сборнике Центрального музея военнопленных в польском Ламбиновице. Таково современное название Ламсдорфа. 22 июня 2001 года слова из дневника военнопленного Воропаева зазвучали на сцене МХТ имени Чехова в Москве. Это была первая режиссерская работа Марины Брусникиной. Видео о версии этого спектакля, увы, не сохранились, но несколько фотографий удалось найти. А в рецензии на этот спектакль театральный критик Григорий Заславский писал, что пьеса появилась в репертуаре МХТ по личной инициативе прославленного Олега Табакова и что, по его мнению, это лучший спектакль художественного театра в сезоне. Этот фильм создан польскими журналистами в 2011 году. В нем рассказывается о создании новой концепции в экспозиции музейного комплекса в Ламсдорфе Ламбиновице. Вот на этих кадрах, если приглядеться, то можно увидеть фотографию нашего земляка Сергея Воропаева и фотокопию его дневника. Он также часть общей страшной истории этих мест. Неразрывная цепь между Польшей и Казахстаном. Этот дневник не только обеспечил бессмертие своему автору, он сам – бессмертная память того, какой ценой в мае 45-го нам всем была подарена победа. Наша мирная жизнь, наше настоящее и наше будущее. Редактор субтитров А.Семкин